Полезный город Иван Рясик, здравствуй. Добрый день. Юрий, у Кирово-Чапецкого хлебокомбината продукция торговой марки «Чудо-хлеб» в ассортименте очень широкая линейка продукции именно из ржаной муки. То есть это осознанный выбор, почему именно ржаная мука? Да, конечно. Во-первых, как мы говорим, рожь – это наше вятское золото. И эта замечательная культура произрастает здесь, в нашем крае, на Вятке. И более того, она богата различного рода витаминами, соединениями, о которых, я думаю, что сейчас Иван Викторович более авторитетно и подробно нам также расскажет, почему необходимо делать акцент в том числе в организации питания именно на ржаные хлеба. Да, это четко уверенная позиция, и мы достаточно давно делаем акцент на развитии этой линейки, и я считаю, достаточно успешно. Иван, а ржаной хлеб, он более полезен все-таки, чем пшеничный или нет? Однозначно. По количеству минеральных веществ, которые необходимы нам для здоровья, ржаной хлеб имеет преимущество перед пшеничным. Да, то есть, потому это выбор любого человека, кто хочет придерживаться фитнес-стандарта и управлять своими обменными процессами. Здорового образа жизни кто придерживается, это обязательно все-таки хлеб из ржаной муки, а смесь ржаная мука и пшеничная мука. Конечно, это допустимо, но если мы говорим о пользе, цельнозерновой хлеб это еще более хороший выбор. И, к счастью, когда мы говорим о чудо-хлебе, мы имеем пример, например, так и называется хлеб зерновой, изготовленный из цельного зерна в том числе. И в нем количество пищевых волокон, помимо минералов, витаминов, оказывается еще выше. Кроме того, есть замечательный, например, хлеб молочно-отрубный, где пшеничные отруби могут использоваться, а пшеничные отруби это еще целый комплекс растворимых и нерастворимых пищевых волокон, которые необходимы для питания нашей микрофлоры, для активизации перистальтики, то есть движения кишечника, чтобы наш кишечник не был подобен свернутому садовому шлангу, а активно сокращался и повышал интенсивность обмена веществ. И всякий раз, когда человек пытается управлять обменом веществ, хлеб всему голова. Это именно тот продукт, который не должен исчезать из нашего рациона питания. А вот это очень интересно, потому что обычно люди, которые задумываются о контроле над весом собственным, они прежде всего хлеб исключают из рациона своего. Получается, нельзя так делать? Конечно, это неразумно. И когда мы говорим о хлебе, мы ведь же в данном случае, на примере Кировичепецкого хлебокомбината, говорим о функциональных хлебах. Я на протяжении 20 лет, когда составляю для человека программу оздоровления, обязательно включаю в нее функциональный хлеб. Потому что это работа нашего кишечника, это нормальная микрофлора, это снабжение организма витаминами, минеральными веществами, без которых здоровье невозможно, безусловно. И если уж мы заговорили о микрофлоре, сейчас даже четко доказано, что, например, когда мы увеличиваем количество пищевых волокон, которые кормят нормальную микрофлору, то нормальная микрофлора вырабатывает особые факторы, которые являются факторами насыщения, и человек перестает переедать. И именно от состава микрофлоры зависит наша склонность к избыточному массе тела, к сахарному диабету, например, или, наоборот, к тому, чтобы человек имел нормальный вес. Ведь вспомним даже поговорку, как мы иногда про лошадь говорим, овес не в коня корм. То есть хлеб можно использовать и при этом, поддерживая нормальную микрофлору, иметь хорошее соотношение роста, веса, отсутствия риска диабета и так далее. Не набирать вес. Конечно, однозначно. Но мы, когда говорим о кишечнике, мы всегда говорим еще и про иммунитет. Однозначно. То есть это тоже важно. Конечно. И те же самые пищевые волокна являются фактором иммунитета. Почему? Потому что сами по себе бактерии – это наша защита. Бактерии нормофлоры являются теми пограничниками на поверхности слизистой оболочки кожи, желудочно-кишечного тракта, даже бронхолегочные системы, которые отражают атаку вирусов и бактерий. И правильная хлеба, например, с разнообразием компонентов. Ведь мы можем взять, например, хлеб адамиралтейский. Там еще семена льна, семена подсолнечника, кунжута, хлеб-семечка. Также подсолнечник или он добавлен. Хлеб гречишный. Там гречишная крупа. Вот это разнообразие пищевого субстрата для питания микрофлоры является корнем нашего иммунитета. Иммунитет начинается в кишечнике. От питания микрофлоры зависит не только питание самого человека, но и его боеспособность, его защищенность против вирусов, бактерий, грибков, простейших и так далее. Без вот этой микрофлоры, представьте, полторы тысячи штаммов микроорганизмов мы должны накормить в нашем организме. И это в том числе микрофлора заквасочной культуры. И когда мы говорим о хлебах и о заквасках, это очень частый вопрос, может ли существовать хлеб бездрожжевой. Это очень часто задаваемый вопрос. Так. Может? Конечно, нет. Конечно, нет. Да, потому что хлебу нужна ферментация, чтобы он созрел. Он как хорошее вино созревает. То же самое и в отношении хлеба. Без ферментации невозможна даже переработка из трудно усваиваемого в легко усваиваемое состояние минеральных веществ. Зерно так просто не отдаст свои закрома. Ага. Вот оно зачем. Конечно, только предварительная ферментативная переработка при живых микроорганизмах приводит к высвобождению витаминов, минералов и так далее. То есть мы жалуемся, какие бы мне поливитамины попить. Да ты правильный хлеб, кушай, и тогда у тебя не возникнет таких витаминных провалов, особенно по витаминам группы В. По требностям можно закрывать питание. Конечно. И по поводу бездрожжевого хлеба некоторые производители, скажем так, пользуясь неосведомленностью целевой аудитории, часто на этом выезжают. Либо пользуясь никаким заблуждением. Вот сейчас Иван Олегович достаточно популярно, очень емко, кратко объяснил суть данного противопоставления двух позиций. Бездрожжевого и будь то дрожжевого хлеба. Вот как позиционируют некоторые производители, говоря там о каком-то вреде, негативном воздействии и так далее. Ну да, кстати, почему-то бездрожжевой хлеб ассоциируется в голове вот как раз вроде бы со здоровым образом жизни, а на самом деле совсем всё не так. Ну, всё дело в том, что мы боимся патогенных дрожжей, которые называются кандиды. И они действительно при дисбактериозе, когда мы не кормим нормальную микрофлору, выползают. И могут быть стоматиты, могут быть половые вот эти кандидозы и так далее. Это следствие приёма, неумеренного приёма антибиотиков, когда возникает кандидоза. Но ведь те дрожжи заквасочные, которые используются и в пивоварении, и в изготовлении кваса, в изготовлении хлеба и так далее, это совершенно другие. И между микроорганизмами существует конкуренция. Так вот, те микроорганизмы, которые являются микроорганизмами заквасочных процессов, и с которыми мы в ходе совместной эволюции на протяжении столетий уже свыклись и притёрлись, как хорошие соседи. Вот эти микроорганизмы являются нашей защитой против патогенных дрожжевых грибков кандид. То есть, многие люди слышали звон, но не знают, где он. И потому, вот как говорят, с больной головы на здоровую перекладывают. И вот это те самые заквасочные микроорганизмы, которые должны являться естественным, можно сказать, фактором или элементом биотопа, или, как говорят, биоциноза современного человека. То есть, потому не надо бояться дрожжей. Дрожжи должны быть правильными. Да, конечно. Да. Юрий, вот Иван уже называл несколько сортов хлеба, которые чудо-хлеб производит. И на сайте можно посмотреть, действительно, вы забили это всё. А вы, когда разрабатываете рецептуру, то есть, вы берёте основу каких-то классических рецептов или как-то сами это делаете? На самом деле, база достаточно обширная. Мы сотрудничаем и с НИИ Северо-Восток. Это как раз тот научный исследовательский институт, который базируется именно на культуре РОЖ. Ребятской. Да, да. И совместно с ними порой мы, в принципе, выступаем даже как экспериментальная площадка. И достаточно наши отношения длительные и также имеют место быть в будущем. Поэтому где-то, конечно, инициатива наша, где-то играет роль, наверное, и анализ рынка. Ну и, конечно же, рекомендации именно научно обоснованные. То есть наполнение для разных сортов вы выбираете, исходя сразу из нескольких факторов. Ну, всё очень просто, на самом деле. Вдохновило нас двигаться в данном направлении. Мы, в принципе, интуитивно это тоже и понимали. Это Скандинавия, Финляндия, где достаточно трепетно относятся к хлебу, именно к ржаному хлебу. И научно доказано, что употребление данного продукта ежедневно в пищу положительным образом, о чём сейчас у нас Иван Олегович сказал, сказывается на жизнедеятельности организма, на его работе. Ну, а если это ещё подкрепить занятиями спортом на свежем воздухе, закаливанием, то, я думаю, никакие вирусы нам не страшны. Здоровым образом жизни ещё, да? На себе проверено. То есть, и, например, по просьбам покупателей тоже какие-то есть сорта, которые родились? Ну, конечно, ведь мы обратную связь всегда получаем. Эта работа построена. И вплоть до того, вот вчера буквально я работал в торговле, заехал в ряд магазинов, посмотрел, насколько мы отвечаем тем требованиям высоким рынка, и пообщался с рядом покупателей, конечно, соблюдая все нормы предосторожности, которые сегодня у нас введены. Но, тем не менее, да, для себя я получил обратную связь. Есть, безусловно, над чем работать всегда, да, но также я вижу, что мы двигаемся в правильном направлении, и покупатели это ценят. А вот те наполнения, наполнители, которые, да, в хлебе, ну, понятно, вятская рожь, да, а вот семечки, сухофрукты, там, изюм, да, курага, какие-то вот, ну, не знаю, там, солод и вот это вот всё. Вы тоже пользуетесь нашими какими-то поставщиками? Не всё, к сожалению, произрастает на территории Кировской области, да, это больше создаёт некую пикантность для хлеба, ну, и плюс, конечно, семечка льна, подсолнечника, о чём сейчас, опять же, я вам сказал, да, несут дополнительный функционал. Поэтому здесь, конечно, мы совмещаем приятно с полезным и вкусовые качества продуктов, но также и пользуем. И пользуем. Ну, вот, Иван, если мы разберём всё-таки, там, да, какие-то сорта с наполнением, вот семена льна вы сказали, да, семена подсолнечника, да, курага, изюм в хлебе, это вот с точки зрения здоровья, если мы говорим, чему помогает. Это очень ценные компоненты, ну, например, среднестатистический человек не имеет льна, чаще всего, в своём рационе питания. А когда он берёт хлеб адмиралтейский или хлеб-семечка, который так и называется, семена подсолнечника и льна присутствуют там как компоненты. Вот эти семена являются, например, источниками омега-3 и омега-6, незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для функционирования сердечно-судистой системы. Омега-3 жиры в семенах льна, например, это фактор профилактики даже склонности к повышенному тромбообразованию. Он улучшает текучесть крови, уменьшает вязкость крови. Наш мозг на 60% состоит из жиров. И от качества пищевых жиров зависит качество и нашего головного мозга, наша склонность к заболеваниям, например. Потому омега-3 жиры у нас в рационе питания редко присутствуют. И мы должны, чем больше потребляем функциональных продуктов питания, тем чаще смотреть, содержатся ли там омега-3 и омега-6 жиры. Например, почему это еще очень важно? Потому что это фактор иммунитета. Это фактор противовоспалительный. Омега-3 жиры уменьшают склонность к воспалительным, аллергическим процессам, аутоиммунным процессам. Сейчас практически каждый человек сталкивается с ними. И у нас есть инструмент в виде хлеба, повседневного продукта, например, где эти компоненты могут быть. Если мы говорим, например, о здоровье и о щитовидной железе, мне было очень приятно обнаружить в ассортименте хлеб казачий, где пектиновая смесь с морской капустой. Опять же, среднестатистического кировчанина не заставишь есть морскую капусту. Ему либо уксус мешает, либо песок на зубах у него скрипит, либо ему вкус, видите ли, не нравится. А когда это в хлебе, это намного естественнее оказывается. И щитовидная железа у нас просто недополучает йода. Например, едирование соли – это не вариант. Почему? Потому что соль увеличивает потребление натрия в данном случае. Но мы соли много не съедим, конечно. Да, и с другой стороны, это может подталкивать кого-то даже к гипертонии, к задержке жидкости. А когда это в хлебе присутствует, в таком, как хлеб казачий, это правильно. Щитовидную железу нужно кормить. И никакими лекарственными препаратами, содержащими один куц и йод, это не решишь. Нужен весь набор морских микроэлементов, которые содержатся в слоевище морской капусты. И это присутствует в хлебе. Это естественный фактор здорового образа жизни в данном случае. Если мы говорим о хлебе с изюмом, с курагой, с черносливом, это замечательный источник калия для мышцы сердца. Конечно. То есть тут тоже микроэлементы калий, магний, которые необходимы, которые человек часто теряет. Мы, например, даже когда потеем, например, или выделяем любые секреты своего организма, это всё рассолы. А пьём обычную воду, в которой не хватает минеральных веществ. Как себя можно лишать хлеба в данном случае? А ведь сам по себе картофель или макароны, они пустые по сравнению с хлебом. Очень во многом. Особенно по сравнению с функциональными хлебами. Там не хватает микроэлементов. Потому хлеб в данном случае это замечательный источник восстановления микроэлементов в организме. Будет микроэлемент, будет работать щитовидная железа, не будет склонности к избыточному весу. У человека будет бодрость. Огонь будет в его глазах. Хороший иммунитет ему обеспечен. И это всё может быть просто хлеб. Я вот сейчас подумала, люди старшего поколения у нас ведь часто с макаронами, например, хлеб едят чёрный. И вот мне всегда это казалось очень странным. Зачем есть хлеб с хлебом? А то есть получается макароны пустые, а хлеб дополняет. А вы заметите, сколько людей сегодня, я просто недавно посетил одну из столовых, и я вижу достаточно продвинутые люди, образованные люди, кушают без хлеба. Сколько людей сегодня заблуждаются о том, о чём говорит сейчас Иван, недооценивая роль хлеба в нашем повседневном рационе и повседневной жизни. И вы знаете, вот эта ситуация, связанная сегодня с коронавирусом, с пандемией, она заставила людей всё-таки задуматься над тем, что мы едим. Когда резко обострелись проблемы со здоровьем, когда риски существенно выросли, люди начали об этом задуматься. Вспомнили, что оказывается не только в спортзале нужно толкаться, можно надеть кроссовочки, выехать за город побегать, подтянуться, отжаться, правильно выстроить своё питание, отказаться, может быть, от очень быстрой еды, не всегда здоровой. Ситуация заставила людей немножко развернуться, посмотреть. И всё-таки, я считаю, именно в этой обстановке сегодня люди задумаются над ценностью данного продукта, над ценностью хлеба. Ведь посмотрите, исторический хлеб, он всю жизнь спасал Россию. В самые голодные, в самые трудные годы даже тот кусочек хлеба в блокадном Ленинграде, это была эта жизнь. Лишились карточек на хлеб, лишились жизни. Как бы ни прискорбно там было, да, уважение к хлебу, мы, россияне, мы должны хранить и передавать своим детям. Вот сын, допустим, у меня сейчас он занимается, не зряя на свой юный возраст, ещё ему с 4 лет я его отдал в борьбу, по моим стопам пошёл, шоколадки, либо торт с пирожным, он предпочтёт кусочек рожаного хлеба. Кусочек рожаного хлеба. Я рад, что мне удалось ему привить это. Да, Юрий, если мы говорим про продукцию чудо-хлеба, ну вот, понятно, наполнение, рецепты, вятская рожь, всё, но вы как-то вот качество этой продукции подтверждаете? То есть стараетесь ли вы участвовать в профессиональных конкурсах, выставках? Я объясню свою позицию. Раньше мы это делали очень часто, сейчас мы стали делать это несколько реже, не потому что нам не хочется или мы не верим в свой продукт. Для нас подтверждением качества является то, когда проголосовал своим кошельком покупатель. И вернулся. Вы знаете, я с одной женщиной, как раз, буквально вчера разговаривал в магазине, мне очень приятно, что складывается устойчивый ассоциативный ряд, что рыжаные хлеба – это чудо-хлеб. Да, и другие производители, безусловно, производят и хороший, качественный продукт, но мы делаем особый акцент на этом, стараемся делать. И у покупателя складывается именно не в сколько отношений к продукту, сколько к нашей идее, которую мы несем. То есть тут ценность продукта, которую мы пытаемся донести не только самим вот какими-то вкусовыми качествами, да, но и сопровождая всё это. И мне было очень приятно получить высокую оценку именно качества продукта, и нашего отношения к этому делу. То есть у нас просто была как-то программа, по-моему, с вашим участием. Я помню, что звонили слушатели, задавали вопросы, а вот давайте вот ещё такой хлеб придумаем, давайте ещё вот это вот сделаем. Да, кстати, многие предложения были воплощены, и мы сегодня успешно эти продукты реализуем. Да, вот, кстати, на сайте Кирово-Чапецкого хлебокомбината можно видеть продукцию действительно очень широкий ассортимент, там более 10 видов, я считала. Больше, 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 на самом деле. И не всё ещё сегодня в массовом производстве, поэтому планы на 2021 год большие в этом направлении, поэтому мы приобретаем дополнительное оборудование, которое позволит нам расширить линейку, увеличить объёмы производства. Мы идём этим путём и не остановимся. К сожалению, не так много времени у нас остаётся, буквально минута. Вот всё-таки сюрпризы после Нового года или можем сейчас анонсировать? Я думаю, что мы бы это оставили пока что. Пока как сюрприз. Пусть будет новогодний подарок, хорошо. И такой тогда вопрос, а сколько хлеба вообще в день можно съедать? Можно и нужно съедать? На самом деле, если с каждым приёмом пищи мы с вами хотя бы пару кусков хлеба съедаем, функциональных хлебов, не тех рафинированных хлебов, которые напоминают вату, а тех хлеба, где есть семена льна, подсолнечника, кунжута, гречневая, предположим, изюм, курага, чернослив. Вот такого рода хлеб, который представляет разнообразие растительных источников. С каждым приёмом пищи пару кусочков такого хлеба. Это совершенно хорошее решение. Если у человека большие энергетические траты, он может увеличить свою норму хлеба, свою пайку хлеба, здоровье. Здорового хлеба. Ваш любимый хлеб какой? Ну, если мы говорим, я бы предпочёл хлеба, которое с подсолнечником, кунжутом и льном, адмиралтейский или семечко. Юрий, а ваш? А я люблю наш классический, старый, добрый, дарницкий хлеб. Дарницкий хлеб. Спасибо большое. Программа «Полезный город» на этом завершается. Думаю, что встретимся ещё. Обязательно поговорим о полезном влиянии хлеба на наш организм. Юрий Лупов, генеральный директор Кирово-Чапецкого хлебокомбината. И Иван Рясик, специалист по профилактической медицине, врач-невролог. Были в нашей студии. Программа «Полезный город» завершается. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Полезный город